Химчанам продолжают презентацию Проекты благоустройства дворовых территорий В этот раз будущий облик своих дворов Обсудили жители домов по Ленинскому проспекту и улице Чкалова План работы с химчанами обсудили его авторы И руководители администрации Владимир Солевцов Жители домов 17 и 19 дробь 1 на Ленинском проспекте уверены Их двор давно нуждается в обновлении В соседнем в прошлом году установили новую детскую площадку Здесь же пустырь Когда мы приехали, здесь очень был прекрасный сквер Сейчас действительно здесь никакого сквера, очень грязно Одни гуляют собачки И с детьми погулять негде Восьмилетний Кирилл Смирнов часто приходит в этот двор с няней Мальчик любит спорт и хотел бы, чтобы в этом дворе появилась спортплощадка Ну да, не хватает Было бы интереснее полазить где-нибудь Похожая такая, чтобы можно было залезать там Это же спортивная какая-нибудь площадка В соответствии с проектом здесь будет оборудована круглая детская площадка с резиновым покрытием Качели, пружинки, закрытая песочница Также полностью поменяют асфальтовое покрытие Дорожки в сквере выложат плиткой Здесь асфальт хорошо, здесь машины ездят, уклон А плитка хорошо, когда посередине сквера идет Дождик, когда летом идет, плитка сделана, ну, песок там и составляющие Сквозь нее быстро вода проходит Вместо пустыря появится мини-парк с лавочками, клумбами и кустами сирени Неприглядные высохшие деревья, которые только портят вид, уберут Посадят рябину, каштаны и ели Посадите хоть сюда елки, красивые-красивые ели А если здесь появится хотя бы 3-4 ели, я думаю, что будет здорово Вы не против будете, если ели появятся у вас здесь? Замечу Преобразят и трансформаторную будку Теперь она не испортит облик двора На ней появится граффити на тему космоса Кроме того, будет сделан капитальный ремонт фасада, кровли и балконов домов за счет бюджета А во дворе дома 4 по улице Чкалова есть и качели, и песочницы, и лавочки Но все это было установлено уже почти 11 лет назад Жители признаются, что двор уже не радует глаз На старой территории достаточно, вот уже видно Старые конструкции, хотелось бы поменять на что-то современное Озеленение, конечно, детская площадка Все, что будет новое Мы вот сейчас обсуждали с руководителем комбината по благоустройству И мы внесли свои дополнения, чтобы сохранить вот ту зеленую зону полностью, которая вот здесь есть, да А вот благоустраивать только вот это вот, да Реализация проектов благоустройства дворов по улице Чкалова и Ленинскому проспекту начнется уже этой весной Программа будет реализовываться с мая месяца К августу мы ее должны закончить, поэтому будет, конечно, все зависеть от погодных условий Чтобы в дождик асфальт тут не укладывали Если дождей будет мало, то я думаю, что мы июлем закончим все работы Если все-таки нам помешают дожди, то это, наверное, август месяц Исходя из пожеланий жителей, в проекты вносятся дополнения Всего в округе будет обустроено 65 дворов Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина подала документы для участия в праймере С открытым всеобщим предварительным голосованием Заявки принимали в региональном отделении партии «Единая Россия» в Реутове В случае успеха она планирует выдвигаться от Московской области в Государственную думу За свою политическую карьеру Ирина Роднина успела сделать немало Например, активно участвовала в реализации проекта партии «Единая Россия» – детские сады детям Когда мы вышли с этой программы, то, естественно, ушли большие бодали с бюджетом И большие работы с правительством, чтобы эта программа получила право на жизнь и на свою реализацию Были предложены такие типичные проекты по детским садам Плюс еще и каждый регион решал эти задачи по-своему При стройке к школам, детским садам уже к имеющимся Документы для участия в праймере сподали и кандидаты в депутаты Московской области Химки в Мособлдуме собираются представлять трехкратный олимпийский чемпион Конфица Ресцова И генеральный директор компании «Контрифуд» Александр Смирнов Мы идем на эти выборы двумя командами Команда Долгопрудного и команда Химок Мы знаем, что на выборах в основном основной принцип это конкуренция Но мы стоим во главу угла принцип командной Робера Переходите 22-го на голосование Проголосуйте за нашу команду именно как за команду А вот первый заместитель генерального директора Московского речного пароходства Андрей Косыгин, который тоже планирует выдвигаться в Мособлдуму от Химок Отметил нововведение этого года Ведь кандидатами могут стать не только единородцы, но и любой беспартийный житель Эти выборы позволят определить и избавиться от такого понятия, как административный ресурс То есть контроль со стороны народа будет осуществлен в полном объеме Кандидаты могут вести агитацию и должны минимум дважды участвовать в дебатах Регистрация завершится 15 апреля Само предварительное голосование состоится 22 мая Теперь коротко о событиях минувшей недели На этой неделе Химки боролись со стихией Коммунальные службы были переведены на усиленный режим работы По официальным данным этот снегопад побил рекорд 1966 года В нашем округе толщина снежного покрова составила 17-20 сантиметров Начиная с утра четверга работы по уборке Химкинские дорожные службы не прекращали Всего было задействовано 44 самосвала, 25 погрузчиков и 23 трактора Уборочные работы начались в круглосуточном режиме Значит, был введен усиленный режим уборки Значит, примерно вывезли за ночь 2500 кубов снега 133 единицы техники работало на объектах В первую очередь производилась уборка Это пешеходных переходов, остановочных пунктов, перекрестков Значит, сейчас проведена зачистка проезжей части Особое внимание в уборке уделяли учреждениям здравоохранения и образования Все подъезды к ним расчищали в первую очередь В целях своевременного решения вопроса по зимней уборке территории Во время продолжительного снегопада, гололеда и других экстремальных погодных явлений В городском округе создан штаб, координирующий действия предприятий Усиленный режим работы спецслужб продлился до 5 марта С 1 марта оформить социальную карту на льготный проезд в пределах Подмосковья Можно только в многофункциональном центре Сегодня эта льгота предоставляется 60 тысячам химчан Под нее подпадают социально незащищенные категории Среди них ветераны труда и военные службы, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и другие Ранее карточку выдавали только в управлении соцзащиты Это создавало очереди и не всем было удобно Теперь оформить или переоформить документ можно на юбилейном проспекте 67 МФЦ работает с понедельника по субботу У них большое количество окон, график работы удобный Ну и у нас все услуги передаются в многофункциональный центр Мы уже видим, что это становится популярно и гражданам удобно прийти, обратиться, сдать там документы И уже прийти за необходимостью, за получением результатов государственной услуги туда Там же на юбилейном 67 можно получить временный единый социальный билет на 45 дней Его выдают на время замены карточки на новую В Химках представили план военно-патриотического развития для образовательных учреждений округа Программа рассчитана на ближайшие 5 лет В ней расписаны памятные даты, а также школьные и городские мероприятия, которые приурочены к этим датам В программе фото-выставки конкурсы чтецов, классные часы, викторины на патриотические темы Разработан план, куда включаются и конкурсы рисунка, и конкурсы сочинений, исследовательских работ каких-то На тему именно связанную с патриотизмом То есть это и любовь к Отечеству, любовь к своей малой родине, изучение героев Отечества и Великой Отечественной войны, героев земляков Представленный план военно-патриотического развития вступил в силу 1 марта Изменился график работы Химкинской картинной галереи имени Горшина Напомним, она расположена в здании администрации на Московской, 15 Школьные группы будут принимать по предварительной записи, а все желающие смогут посетить галерею в 12 и 16 часов Записываться также следует заранее Галерея создана на основе дара частного собрания 19-20 веков одного из крупнейших коллекционеров русской живописи Сергея Николаевича Горшина Все выставить невозможно Ни один музей мира не может похвастаться тем, что может одновременно сразу всю свою коллекцию показать Все как айсберг в фондах Кроме того, ко дню космонавтики в галереи готовится грандиозная выставка фотографий российского космонавта Федора Юрчихина Снимки нашей планеты были сделаны с высоты 400 километров с борта Международной космической станции Должников в ЖКХ будут выселять из квартир Ранним утром в среду судебные приставы нанесли визиты в квартиры жильцов, которые не платят налоги и имеют долги за коммунальные услуги При всем этом люди просто игнорируют устные и письменные предупреждения Те должники, которые оказались дома, было вручено требование о принудительном исполнении, принудительном выселении В случае, если должники, установленные законом срок, не исполнят судебное решение, выселение будет происходить в принудительном порядке В случае, если должники в пятидневный срок не исполнят судебное решение, оно будет осуществлено в принудительном порядке Будет производиться вскрытие дверей, будет составляться опись имущества с понятыми, с представителями администрации для своевременного и правильного исполнения судебного решения. Накануне Международного женского дня Госадомтехнадзор проверяет цветочные магазины. Чем ближе праздник, тем больше растет популярность таких торговых точек. Как следствие, увеличивается количество посетителей. На этот раз проинспектировали новые химки. О результатах расскажет Елена Васильевская. Рейды с ласковым названием «Аленький цветочек» сотрудники технического надзора проводят ежегодно. Проверяют документы, законность рекламных вывесок, уборку территории и многое другое. Первым адресом проверки стал павильон на улице Молодежная, 14. Налить, мусор, вывески. Это явные недостатки, и они бросаются в глаза в первую очередь. Помимо этого, сотрудники проверили документы на аренду, рекламные вывески и фитосанитарное свидетельство на цветы. А почему начальство, они в объекте? Я не знаю, я продавец. Однако по закону ответственность в данной ситуации лежит на продавце, а документы всегда должны быть в магазине. Предпринимателю выписали уведомления с требованием явиться в отдел госадом технадзора. Мы сейчас уедем, здесь все засыпаете, реагируете, чтобы льда не было. Пять метров вокруг весь мусор убирается. У коллег на юбилейном проспекте 41 также проверили документы. Одно из главных замечаний, вынесенных работником – отсутствие уголка потребителя. Также обратили внимание на чистоту территории вокруг павильона. И напомнили про заветные пять метров. Почему вы решили, что вы можете сзади их складывать? В наше помещение. Где? На улицу складывать? Нет, мы их помещение от сюда убираем. Так убирайте сразу в помещение. Эти соседствующие магазины находятся на улице Родионова 2. И здесь также не обошлось без нарушений. Первое, на что обратили внимание сотрудники госадом технадзора – отсутствие бейджа у продавца. Однако здесь, в отличие от предыдущих точек, есть подробный уголок потребителя. А вот у соседей его нет. Но зато все документы в наличии в самом магазине. Разрешение на рекламу, то нам надо просто посмотреть. Эти адреса уже давно на примете у территориального управления. Всех нарушителей сотрудники знают, что называется в лицо. Ежедневно они проводят собственный мониторинг. А совместные рейды результативны вдвойне. Каждый рейд совместно с представителями госадом технадзора имеет свой значимый результат. То есть предприниматели уже потом соблюдают порядок уборки, оформляют свою рекламу должным образом и также поддерживают чистоту и порядок городского округа Химки. Несмотря на выявленные недостатки, территория новых Химок считается одной из самых чистых. Во время сегодняшнего рейда не было выявлено особо каких-то тяжких таких крамольных правонарушений. В целом в Химках неплохо содержатся вот эти вот палатки цветочные. Но будем смотреть ближе к 8 марта, когда пойдет ажиотаж на цветы, чтобы город наш, в частности торговые ряды, не превратились в помойки. Всем нарушителям выписали уведомления. Владельцы в ближайшее время должны явиться в территориальный отдел. Далее будет решаться вопрос о штрафах. Ближе к празднику торговые точки проверят еще раз. Помимо этого рейды пройдут и в других микрорайонах. Теперь о спорте. Обзор, как всегда, подготовила Екатерина Юшина. 5 марта в Химках стартовало, пожалуй, одно из самых значимых спортивных событий этого года. Чемпионат России по самбо. Спортсменов со всей страны, а их около 500 человек, принимают в баскетбольном центре Химки. В качестве места проведения наш город выбран не случайно. Здесь есть вся необходимая инфраструктура. И Химки уже не раз принимали соревнования международного уровня. В день открытия прием элиты отечественного самбо прошел на высшем уровне. Это отметили участники соревнований. Активную поддержку в организации и проведении оказывает руководитель администрации городского округа, вице-президент Всероссийской Федерации самбо Владимир Слепцов. Он всю жизнь занимался этим видом борьбы и в день открытия дал старт соревнованиям. К слову, Владимиру Слепцову вручили орден за заслуги в развитии самбо. Вот этот чемпионат, я думаю, что он будет ключевым для того, чтобы популяризировать наш вид спорта. И все-таки признали, чтобы его наконец-то к олимпийским. И все больше и больше людей заниматься этим видом спорта. Я поддерживаю ребят, которые профессионально зацелены на чемпионские результаты. Поэтому те ребята, которые сегодня выиграют чемпионат России, поедут на чемпионат мира. Мы их будем очень сильно поддерживать. Дальний Восток, Урал, Сибирь, Северная столица – лучшие спортсмены со всей России боролись в шести весовых категориях. Традиционно чемпионат пройдет на самом высоком уровне. Приехало свыше 600 спортсменов на территории округа. Конечно же, мы покажем Московскую область с наилучшей стороны. Я уверен, что будут определены лучшие из лучших, которые войдут в состав команды сборной России. Чемпионат России продлится по 8 марта в баскетбольном центре Химки. Спортсмены, завоевавшие первые места, представят Россию на чемпионате мира по самбо. Он состоится в ноябре этого года в Болгарии. Пока на паркете баскетбольного центра проходят соревнования по боевому искусству, желто-синяя дружина проводит матчи Евролиге под сводами стадиона в Крылацком. Накануне матча с испанской Барселоной команда Куртинатиса потерпела несколько поражений, что заметно ослабило позиции в группе ТОП-16. Проведя работу над ошибками, БК Химки вышли на матч с Барсой, собранными и заряженными на успех. Уверенная игра лидеров Химчан – Шведа, Агастина, Мони, Ханиката и Дэвиса в первой половине матча вывела Химки в явные лидеры – 48-29. Однако после большого перерыва испанцы сдаваться без боя не собирались. Но максимум, что удалось гостям – это сократить разницу. Матч завершился уверенной победой Химчан – 75-61. Самым результативным в нашем составе стал Алексей Швед. Он набрал 16 очков и отдал 5 передач. Сейчас Химчане занимают третью строчку группы «Ф», уступая московскому ЦСКА и испанской Лабораль Кучча. В Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» прошла лыжная гонка 62-50. Такое название она получила из-за дистанции – 6 километров 250 метров. Это одна восьмая марафонской дистанции. Здесь главное не победа, а участие. Соревнование организовано фондом спасения тяжелобольных детей – «Линия жизни». Мероприятие посетило большое количество человек. Среди них был и знаменитый российский гимнаст Алексей Немов. Хорошее настроение, замечательная погода, лыжня. И тем самым еще плюс помочь детям. Мне кажется, все в одном сегодня такой замечательный день. Чем больше таких мероприятий, мне кажется, тем больше детей мы можем поставить на ноги и помочь им. Фонд «Линия жизни» ведет свою работу уже 12 лет. За это время организация помогла почти 9 тысячам детей, нуждающимся в лечении. Устраивать благотворительные спортивные мероприятия – одно из важных направлений фонда. Одно из наших стратегических направлений – это здоровый образ жизни. Потому что, на самом деле, если очень много молодежи участвует, молодых родителей, если люди все-таки будут активно двигаться, то есть вероятность, что у нас будет меньше работы. Лыжная гонка в спортивном центре «Планерная» была организована для помощи одному ребенку. Это Никита Назаров. У мальчика врожденная патология челюсти. Требуется серьезная операция. Стоимость составляет 400 тысяч рублей. Когда нам озвучили сумму, нас она напугала, скажем так. Но вот наш врач тоже нам посоветовал куда-нибудь обратиться. И мы вот выбрали этот фонд «Линии жизни», обратились. И они нам вот сказали, что помогут. И мы были, конечно, очень рады, что наши мечты могут сбыться. Никита – мальчик очень жизнерадостный и целеустремленный. В свои 11 лет он уже решил, чем хочет заниматься в жизни. У меня много планов на жизнь. Я хочу быть и танцором, но мне вот очень интересно стать журналистом. Это очень такая хорошая профессия. Везде разъезжаешь, всех допрашивать. Это очень интересное дело. Все средства, полученные в ходе мероприятия, пойдут на оплату дорогостоящего лечения. Операцию проведут в ближайшее время. Календарная весна уже полностью вступила в свои права. Вместе с этим нестабильной стала температура воздуха. Однако это не останавливает любителей подлёдной рыбалки и прогулок по каналу имени Москвы. Чтобы избежать несчастных случаев или оперативно прийти на помощь пострадавшим, водно-спасательный отряд «Химспаса» дежурит 24 часа в сутки. Три раза в день сотрудники объезжают акваторию канала, раздают листовки и проверяют толщину льда. «Наиболее действенные, наверное, на технике, да, потому что рыбаки видят, что мы работаем, они знают, что мы работаем, они уже более как-то осторожно относятся к тому, чтобы выходить на лёд, даже с точки зрения того, что иногда приходится их ругать за то, что они так делают. Вот, поэтому они аккуратненько действительно собираются там, где более-менее лёд потолще». Несмотря на то, что все эти меры приносят свои плоды и рыбаки становятся ответственнее, профилактика в зимнее время усиливается. К тому же после сильных снегопадов опасные участки на канале не видны. «Плюс сейчас идёт оттепель. Перепад воды, за счёт перепада воды, за счёт того, что начинают разлагаться водоросли в воде, вода подогревается не только сверху, но и снизу. Температура доходит до 7-8 градусов. Поэтому лёд становится рыхлым, и при кажущейся толщине льда он неоднородный, и на него очень опасно наступать». В этом сезоне удалось спасти 6 человек, четверо из них – дети. Это была итоговая информационная программа. Следующий обзор самых важных событий смотрите ровно через 7 дней. Всего хорошего, удачной рабочей недели и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok